Апельсиновый марафон подошел к концу. В субботу в торговых центрах города проходили финальные концерты благотворительного марафона для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ты нам нужен». Глава города Вячеслав Сверчков озвучил предварительные данные. Собрать удалось 4,5 миллиона рублей. У нас создана специальная комиссия из 8 человек, которая рассматривает все заявления, которые приходят на мое имя. Сегодня поступило более 100 заявлений в общей сложности. Мы очень внимательно подходим к каждому заявлению. Мы смотрим, каково социальное состояние семьи, какие именно медицинские показания к тому, чтобы была помощь оказана. Поэтому я убежден, что мы большинству семьи окажем поддержку. Традиционно в этом году марафон проходит уже в шестой раз. Деньги можно было зачислить на банковский счет или оставить в апельсинометрах, установленных в местах наибольшей проходимости. Пример своими пожертвованиями горожанам подали и первые лица региона. Глава региона Павел Алексеевич Коньков 200 тысяч направил в фонд марафона. Это серьезная сумма, которая действительно является очень важным. Эти, естественно, деньги, как и все средства марафона, будут по целевому методу направлены для детей с ограниченной возможностью здоровья, для их лечения. Это тоже тот пример, который заставляет и руководители, предприниматели участвовать в марафоне. В торговых центрах города в течение всего марафона работали группы волонтеров, всего 200 человек, призывая ивановцев пожертвовать деньги. В ответ на щедрость горожане получали сувенирную продукцию с символикой марафона – браслеты, ручки, шоколадки, значки и банданы. Волонтеры рассказывают, каждый день работы приносил массу эмоций. Я решила участвовать, потому что это зов сердца, делать добро. Это очень важно, так как очень много в Иванове детей с ограниченными возможностями здоровья, и им надо помогать. Даже сегодня подходили несколько раз девушка, которая с ограниченными возможностями здоровья, и вошила достаточно существенные деньги. То есть они друг другу сами помогают. Практика показывает, что средства продолжают поступать на счета марафона еще порядка 10 дней после его завершения. Окончательную сумму, которую удалось собрать, можно будет узнать только в середине апреля. Организаторы надеются, что удастся побить рекорд прошлого года и преодолеть порог в 5 миллионов 716 тысяч рублей. У ивановцев есть еще шанс помочь детям, став благотворителями. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин